Ярослав Глазунов, Татьяна Митрова, 8,5 шагов. Жить, любить, работать на полной мощности. Предисловие Эта аудиокнига — сборник настоящего вдохновения. Это честные, пронзительные и важные истории женщин, которые смогли пойти за своей мечтой и добиться действительно впечатляющих результатов. Это серия нестандартных и очень практических рекомендаций о том, как совмещать семью и карьеру, о том, как искать и строить команду, о том, как меняться, развиваться, быть открытым новому и при этом оставаться собой. За годы моей работы мне очень много раз задавали один и тот же вопрос. Как добиться успеха? И каждый раз я отвечала — нужно уметь мечтать. Просто в какой-то момент закрыть глаза и подумать, чего бы я хотел добиться, несмотря на обстоятельства, несмотря ни на что. Есть ли такое дело, которое дает мне энергию и помогает чувствовать себя счастливым? Ответы на эти вопросы и есть первый шаг на пути к новым свершениям. Я очень благодарна Ярославу Глазунову и Татьяне Митровой за то, что они смогли ювелирно собрать в этой аудиокниге уникальные рекомендации о пути к осознанному личному успеху. Здесь можно найти не только примеры того, как принимать решения в меняющемся мире, как находить возможности для поиска гармонии, осознавая важность паузы без потери ритма, но и честный рассказ о неудачах. И это делает аудиокнигу особенно искренней. Как режиссер я знаю, что основа хорошего фильма — это сюжет. Он заставляет зрителя сопереживать героям, погружаться в их жизнь и чувства, переживать за финал. Эта аудиокнига — особенный сюжет, который поможет не только прожить истории интересных героинь с позиции стороннего наблюдателя, но и прийти к собственным выводам, сформировать личные цели и, возможно, сделать первый шаг к исполнению желаний на таком важном пути поиска успеха и личного счастья. Все только начинается. Марина Жигалова-Аскан, старший вице-президент Сбербанка. Введение С одной стороны, это книга «Гимн таланто. Сили характера, интуиции и самоотверженности моей жены Евгении», моего соавтора Татьяны Митровой, а также моих бизнес-партнеров и друзей, таких как Юлиана Слащева, Лейла Мамедзаде, Юлия Соловьева, Марина Жигалова, Ольга Паскина, Екатерина Лапшина, Наталья Изосимова, Ирина Швакман, Екатерина Петелина, Елена Титова, Елена Мартынова, Ирина Гайда, Анна Колончина, Оксана Балаян, Оксана Лаврентьева, Анна Рудакова, Наталья Борщевская, Марина Богданова, Светлана Миронюк, Алина Котова. С другой стороны, восемь с половиной шагов — это возможность для меня и Татьяны, а также всех женщин, которых мы интервьюировали в процессе написания этой книги, сделать вклад в развитие будущего поколения женщин-лидеров. Наша книга не является попыткой навязать вам готовые рецепты счастливой жизни. Вариантов счастья слишком много, а магазины и библиотеки заполнены хорошими книгами на все случаи жизни. Наша задача — помочь вам совершить по своей жизненной лестнице несколько шагов — восемь больших и один маленький, которые приблизят вас к заветной цели. И вместе с тем уберечь от многочисленных змей привычек, норовящих укусить каждого из нас в повседневной жизни. Лестница — это метафора, символизирующая навыки, которые ведут к счастливой жизни и экономят время на пути к достижению успеха. О привычке и лайфхаке, которые помогут вам стать счастливой, еще и лучшее наследство. Эта книга не о конкретных рецептах или путях, ведущих к счастью, а скорее о принципах, которых успешные женщины придерживаются в своей жизни. Вы вполне можете примерить конкретный принцип на себя как платье в надежде, что он вам подойдет. Мы лишь напомним совет Эльзы Скиапарелли — никогда не подгоняйте платье под фигуру, подгоняйте фигуру под платье. И перефразируем его. Не ищите принцип под себя, подгоняйте себя под принцип. Эльза Скиапарелли — гениальная итальянка, дизайнер, современница Коко Шанель. Эльза известна своими афоризмами в мире моды не меньше, чем Шанель. В этом, собственно, и заключается польза от чтения нашей книги. Проверенные временем и практикой принципы свидетельствуют о том, что можно преуспеть и на пути к счастью, и на пути к материнству, а заодно достичь успеха в бизнесе и построить отличную карьеру. Вы можете посчитать, что эта книга попала к вам случайно, либо можете поверить, что за дело взялось проведение. Выбор за вами. Знаете лишь одно. Иногда не мы находим книгу с ответами, а она находит нас. И если так, то эта книга уже почти ваша. Мы с вами отправимся в ментальное путешествие, которое не займет у вас много времени, но в значительной мере поспособствует тому, чтобы ваша жизнь стала успешной, наполненной и счастливой, по какому бы пути вы ни пошли. Став SEO крупнейшей компании, создав свой бизнес, посвятив себя воспитанию детей и семейному счастью, или объединив эти роли. Надеемся, что книга станет вашим личным конкурентным преимуществом. В ней мы подробно расскажем истории из жизни тех женщин, которые не только добились впечатляющих успехов, но также стали заботливыми мамами и нашли свое личное счастье. Ведь для каждого оно проявляется по-своему. Чтобы сделать что-то выдающееся, достойно воспитать детей, стать ролевой моделью в бизнесе, создать эталон отношений в семье, а недовольствоваться посредственностью требуются значительные усилия. О них мы и поговорим. Слова волнуют, а конкретные примеры влекут. Вникая в детали жизни наших героинь, открывая для себя работающие подсказки, вполне можно овладеть важным навыком – мыслить по-настоящему ясно и четко. Ясное видение своих целей, осознание ответственности за собственную судьбу, обретение привычек, дающих жизненную энергию, способность и умение вовремя попросить о необходимой поддержке, привычки, увеличивающие шансы на успех – все это не только важно для вас, но пригодится вашим близким и тем, кого вы посчитаете наследниками своего духовного богатства. В ходе работы над книгой мы задали разные простые и сложные вопросы известным и успешным женщинам. Их ответы и мысли легли в основу восьми с половиной шагов. Знакомство с подходами состоявшихся женщин убережет вас от распространенных ошибок, которые ранее не позволяли вам реализовать ваши смелые планы, уничтожали запасы энергии и оптимизма. Такие ошибки мы называем в книге «змеями». «Змеи» и «Лестницы» ждут вас в каждой главе этой книги так же, как они поджидают вас на каждом шагу в реальной жизни. Уверены, что размышления над прочитанным обязательно подтолкнут вас к решительным действиям. Вдохновленные примерами, вы почувствуете тот момент, когда нужно будет принять на себя ответственность за собственную жизнь. «Книга убережет от суетной траты энергии, направит на путь совершенствования и напомнит о том, чтобы вы позаботились о своем наследии». Ярослав Глазунов «Змеи и лестницы». Эпиграф «Смотрите вперед, иначе окажетесь позади». Бенджамин Франклин «Все, что мы собой представляем, создано нашими мыслями». Будда Гуатама Бунтарка Она хотела стать актрисой, но в тот год, когда она окончила школу, известный советский режиссер Герасимов уже набрал себе группу. Альтернатив не было, да и быть не могло. Она была страстно увлечена искусством, занималась в школьном театре и много времени посвящала музыке. С такими талантами она могла попасть только к нему. В четвертом классе она почти поступила в хореографическое училище, но документ с приглашением так и не увидела. Его скрыли от нее...